Всем привет! С вами Сакура и сегодня я хочу вам показать свои небольшие покупочки. И первое, что хочется показать, это аромат от Бракар. Это у меня серия Сады Соблазна, Страсть, аромат розы и сочного лича. Немного такое отступление. Я знакома с ароматами Бракар. У меня есть два аромата, которые намного подороже вот этой вот серии Сады Соблазна. И, знаете, хотелось и эту серию попробовать, потому что с недавних пор на ютубе это просто какой-то бум. Девочки-парфманьячки, они показывают эту серию от Бракар Сады Соблазна и просто воспевают ей оды. И это те девочки, которые просто действительно, грубо говоря, так шарят в ароматах, которые тратят баснословные просто суммы на покупку всяких селективов всевозможных дорогущих духов. И у них там целая коллекция, они действительно разбираются, знают толк в этом и знают, что говорят. И вот об этой серии говорят, что это просто вау, и что эта серия настолько бюджетная. Мне хотелось ее попробовать, но как-то вот, знаете, то не доходили руки, то еще что-то. И когда я увидела этот аромат по скидке всего лишь за 152 рубля, я, конечно же, решила приобрести, потому что, ну, это просто смешные деньги, 55 миллилитров. Но честно скажу, что я ничего от этого аромата не ожидала такого, просто хотелось попробовать. Вот так вот аромат этот выглядит, знаете, такой флакончик немножко, как бы, на мой взгляд, из 90-х. Ну, такой довольно приятный, это стекло, то есть такой весистый он. И что хочется о нем сказать, да, когда его вдыхаешь, действительно, это аромат розы и сочного лича. Ничего лишнего, ничего другого, никакого обмана. Это то, что и заявлено. Девочки, насколько это сочный, яркий, взрывной, вкусный аромат. Просто не передать вам словами. Я действительно была удивлена, поражена, приятно, что вот такой вот бюджетный парфюм может быть таким. И он очень, девочки, он очень-очень стойкий. То есть я целый день с ним хожу, ну, вот, наверное, с обеда, да, и сейчас у нас уже часиков 7 примерно. И, то есть он держится, он стойкий. И когда его наносишь на себя, это вообще он такой сочный, такой взрывной. Просто вот хочется еще больше, больше, больше нанести, как бы, посмаковать это. И что хочется еще отметить, то, что, вот, допустим, все очень-очень хороший распылитель. Хорошо держится крышечка, то есть нет никакой халтуры. Но, насколько мы знаем, что бракар у них очень хорошие упаковки, а те, которые подороже, допустим, даже княжна, русская княжна, царевна, лебедь, там вообще целое произведение искусства. Очень понравился, девочки, этот аромат. Он приятный. Конечно, да вам не лакшери, но это и не аромат за 150 рублей. Вот так вот, на мой взгляд, довольно-таки, ну, средняя ценовая категория, если нанести на себя, то для повседневной носки вообще супер. Девочки, я безумно рада, что попробовала. Очень хочется, много очень-очень, да, сегодня видео, ну, просто действительно я удивлена. Хочется еще что-то попробовать из этой серии. И вам советую, если у вас есть такая возможность, купите, попробуйте. Вы реально не пожалеете, оно того стоит. Следующее, что покажу, это, наконец-то, дошла от цивилизации и до меня. Я приобрела себе бальзам для губ ЕОС. Да, давно хотела, года три, наверное. Хотела, но что-то меня останавливало. То есть, там, где я делала заказы, этого бальзама не было. Либо же его надо где-то отдельно было покупать. Но хотелось, хотелось. И как же он выглядит? Наверное, все знают, кроме меня, я его еще вам показываю и что-то рассказываю. Бальзам я приобрела по скидке за 209 рублей. И тут такой нюанс, что я приобрела, как говорится, то, что было. То есть, это аромат Асайи. И, на мой взгляд, девочки, Асайи – это черника, да? Потому что мне всегда казалось, что это черника. Это аромат черничной выпечки. Вот прям четко я чувствую аромат черничной выпечки. Девчонки, у меня там на заднем плане дочка с котом разговаривает. Поэтому извиняйте. Что хочется сказать? Аромат, во-первых, немой. Может быть, если бы я купила дыньку, клубничку или что-то такое приятное, что там еще есть, то у меня какие-то другие были впечатления. Но аромат не очень приятный, но он как-то быстро выветривается. И этот бальзам, как Лана Светлана говорила, Светик, привет тебе большое. Что он сладкий, действительно. Вот облежите губы, он сладкий. То есть, это тоже может не всем понравиться. По поводу нанесения. Такой формат неудобный. Ну, честно, по чесноку неудобный. То есть, можно просто формат помады приобрести и нанести. Это будет намного проще и удобнее. Ну, тут дело с норовки, мне кажется. По поводу на губах. Ничего сверхъестественного. Все обычно, как самый-самый простой, самый бюджетный бальзамчик. То есть, абсолютно ничего такого сверхъестественного в нем нет. Никаких вау-ощущений, никакого там маслица, супер-мягкости нет. Все очень-очень просто. И даже тот же бальзам Невея, особенно вот такой вот в светло-голубенькой упаковочке, намного приятнее чувствуется на губах. О дальнейшем действии могу только сказать по прошествии времени, когда его толком использую, не использую, в общем, попользуюсь им. И что хочется сказать, ну, утолила свое, как бы, любопытство. Все-таки, ну, рада, что попробовала, хотелось. Ну, наверное, надо было с другим ароматом брать. Ну, это говорит о том, что взяла, что было. И еще хочется показать вам кусковые мыла. Девочки, если вы любите такое мыло кусковое, то вот это для вас. Я очень люблю марку «Свобода». Кто меня давно смотрит, это знает. И я раньше вообще частенько конкретно так покупала эту марку, а потом как-то, ну, не то чтобы отошла, но не было возможности, может, не доходили руки до этого магазина. И тут дело стало о покупке мыла кускового, и мы остановили свой выбор. В общем, я сказала мужу, давай возьмем «Свободу». Там мыло бюджетное и хорошее. Вот выбрала я мыло «Зеленый чай». Ну, в общем, не я выбирала это все, мыло купил муж. Я даже не знала, что он возьмет. Зеленый чай, нейтральное туалетное мыло. Обалденный аромат, потрясающий, такой классный, такой какой-то с легкой цитрусовой ноткой, свежестью. Действительно, зеленый чай очень вкусно пахнет. Надо будет его первым открыть, потому что я прям внюхивалась в эту упаковку. Следующее – это мыло «Балет». Туалетное мыло тоже надо попробовать, потому что у них ребрендинг произошел. Надо оценить, что же они и с мылом такое сделали. Вот такое вот, потому что раньше я «Балет» пробовала, но там другая упаковочка была, какая-то желтенькая такая. Вот такое вот алоэ туалетное мыло с экстрактом алоэ. Тоже любопытно будет попробовать. Кстати, все мыло, они имеют абсолютно разные отдушки, то есть они не похожи, то есть это не, знаете, не под копирку просто дешевое мыло. Нет, они абсолютно разные. Вот такое вот мыло особое, антибактериальное, с триклозаном попробуем. Дальше вот такие громадные кусочки «Банны» и такое вот хвойное. Девочки, кто не знает, я пользуюсь только кусковым мылом. Ручки моем, ножки, ну то есть вот такое вот. И оно у нас довольно быстро улетает. Улетает следующее из серии «Русской бани». Я вот только обнаружила, что у меня оказалось два мыла с липой. Ну, используем, попробуем. Дальше мыло вот такое вот «Береза», «Вербена», «Бергамот», «Эвкалипт», «Эвкалипт» так классно пахнет, и «Лаванда». Обожаю лаванду вообще. Вот такие вот кусочки мыла взяла, потому что вообще дома мыла нет, ни одного кусочка. Надо было брать что-то, будем пробовать. И удивили действительно одушки. Настолько они разнообразные и приятные. Особенно вот какие-то такие «Банны», «Хвойные», очень-очень приятные так. Надеюсь, и ручки будет мыть не хуже. Ну, в принципе, я с мылом «Свобода» знакома, знаю, что это классное качество за бюджетную цену. Вот это все, что я вам хотела показать. С вами была Сакура. Всем пока-пока!